Мерабас Евгелий Достлар! По вашим просьбам я решил сделать серию уроков про дипричастия. И сегодня мы рассмотрим дипричастия на ИП. Для того, чтобы не запутываться и легко понимать грамматические конструкции турецкого языка, пробуйте изучать этот язык по его правилам. И не пытайтесь адаптировать под грамматику вашего языка. Дипричастия по-турецки zarf filer или ulaçlar это отглагольные наречия, которые соединяют два отдельных предложения и характеризируют глаголы с точки зрения времени и ситуации. Основной смысл у нас такой. Дипричастия на ИП устанавливают отношения приоритета последовательности между двумя действиями, совершаемые одним субъектом. Сначала делаем одно действие, потом другое. Например, у нас есть два предложения. Я приготовил еду. И я накрыл стол. Дословно приготовил стол. И мы объединяем эти два предложения при помощи формы на ИП. Емек пищериб. Масаи хазерладым. На русский язык мы можем переводить предложения и в виде дипричастия, приготовив еду, я накрыл стол. И как два простых предложения, соединенные союзом. Я приготовил еду и накрыл стол. По второму варианту вам всегда будет легче переводить. Просто в русской разговорной речи мы практически никогда, в отличие от турецкой, не применяем такие дипричастия. И такие обороты можно увидеть только в литературном языке. Навряд ли бы в быту мы скажем, присев на диван, я начал читать газету. Нам проще сказать, я сел на диван и начал читать газету. Поэтому легче и понятнее переводить в виде двух простых предложений. А вот в турецкой разговорной речи использование дипричастий это распространенное явление и все ими пользуются. Вернемся к нашему примеру. Сначала я сделал действие Емек пищердым. Приготовил еду. А затем следующее действие Масаи хазерладым. Накрыл стол. Кстати, все картинки и примеры предложений в этом видео были созданы при помощи искусственного интеллекта. Напишите в комментариях, как вам зашло или лучше самому придумывать примеры и подбирать картинки. Еще один пример. Сначала Я оделся в красное и затем Пошел на вечеринку. Соединяем при помощи дипричастия на ИП и получаем Я оделся в красное и пошел на вечеринку. Или Посмотрим на наше правило. К основе глагола по гармонии гласных мы добавляем аффикс дипричастия ИП-ИП-УП-ЮП И если основа глагола заканчивается на гласную букву, то еще добавляется соединительная буква Е. Например, глагол Отмак Последнее гласное в основе глагола А значит используем аффикс ИП получаем АТЫП Глагол ГЕЛЬМЕК Последнее гласное в основе глагола Э значит используем аффикс ИП получаем ГЕЛИП Глагол ОКУМАК Последнее гласное в основе глагола У и основа глагола заканчивается на гласную значит используем соединительную Е и аффикс УП получаем ОКУЮП И глагол ДЁНМЕК Последнее гласное в основе глагола Э значит используем аффикс ИП и получаем ДЁНЮП Отрицательная форма образуется при помощи отрицательного аффикса МА МЕ Если последнее гласное в основе глагола ТВЕРДОЕ то используем МАИП например глагол АКЛАМАК АКЛАМАИП Если последнее гласное в основе глагола МЯХКОЕ то используем МЕИП например глагол ГЮЛЬМЕК ГЮЛЬМЕИП И давайте посмотрим несколько примеров предложений ДИКАТЛЯ ДИНЛЕЙП ДОУРУКАРА РЫВЕТЫ Сначала ДИКАТЛЯ ДИНЛЕДЫ Он внимательно выслушал и затем ДОУРУКАРА РЫ ВЕРДЫ Принял правильное решение Он внимательно выслушал и принял правильное решение Или можно перевести при помощи ДИПРИЧАСТИЯ Выслушав внимательно он принял правильное решение КИТАП ОКУЮБ УЮЯ КАЛДЫ Он читал книгу и уснул Сначала КИТАП ОКУДУ Он читал, а потом УЮЯ КАЛДЫ Уснул Он читал книгу и уснул Как вы видите, это предложение сложно будет перевести при помощи диепричастия. Диепричастие на ip не изменяется по лицам и числам, а при переводе с турецкого на русский диепричастие на ip принимает лицо, число и время глагола второго действия. Посмотрим на примерах. Так как у нас глагол в настоящем времени в первом лице единственного числа, то диепричастие мы тоже ставим в настоящем времени в первом лице единственного числа. То есть, я всегда сначала слушаю тебя, а потом отвечаю. Еще пример. Так как у нас второй глагол в будущее время второго лица множественного числа, то диепричастие «каршилаиб» будет в идентичной форме «каршилаяджаксынес». Вы встретите наших гостей в аэропорту в отеле «каршилаяджаксынес» и отвезете их в отель. Мы сафирлеримизи хаваланнда «каршилаиб» в отеле «котюреяджаксынес». Еще пример. Смотрим на второй глагол «каршилаяджаксынес». Настоящее время в поистовательной модальности в первом лице единственного числа. И это значит, что диепричастие «юрююб» у нас будет в форме «юрююрдум». Прошлым летом я каждый день гулял вдоль пляжа. И наслаждался видом. При помощи диепричастия на «иб» можно объединять не только два действия. Это может быть 3, 4, 5 и больше действий. Правило тоже. Все диепричастия примут лицо, число и время глагола последнего действия. Например. Так как наш последний глагол «козлемлиабелирснес» стоит в форме возможности широкого времени во втором лице множественного числа, то все диепричастия будут в аналогичной форме. Вы можете прийти сюда. Вы можете посидеть. Вы можете полюбоваться закатом. Вы можете прийти сюда, чтобы посидеть и полюбоваться закатом. И понаблюдать за людьми, плавающими в море. Посмотрим еще особенности предложений с диепричастием на «иб». В некоторых предложениях диепричастие на «иб» устанавливает причину следствия. Например. «После спорта», то есть после того, как он позанимался спортом, он выпил холодной воды и заболел. Он почему хастаолду заболел? Из-за того, что «соуксу и чты» выпил холодной воды. «Спордан сонра» – «после спорта». У нас здесь первое действие стало причиной второго действия. После спорта он выпил воды и из-за этого он заболел. «Спордан сонра» – «соуксу и чип хастаолду». Он закричал в гневе, не сумев сдержать свою злость. Он закричал в гневе, вследствие чего? Из-за чего он закричал? «Синерлерни контроль эдемеды». Вследствие того, что не сумел сдержать свою злость. «Офке» – «синерлерни контроль эдемеды». «Яшлый адам бисиклеттен düşüp колону kırды». «Старик упал с велосипеда и сломал руку». «Яшлый адам бисиклеттен düşтю». «Старик упал с велосипеда». «И вследствие этого он колону kırды. Сломал руку». «Яшлый адам бисиклеттен düşüp колону kırды». «Ялныш тарав seçип, хайатının хатасını yaptы». «Она выбрала не ту сторону и совершила ошибку всей своей жизни». «Хайатının хатасını yaptы». «Она совершила ошибку всей своей жизни вследствие того, что выбрала не ту сторону». «Ялныш тарав seçты». «Ялныш тарав seçип, хайатının хатасını yaptы». Бывают случаи, когда деепричастия на «Иб» могут применяться, когда субъект совершает несколько действий одновременно. Например, фильм «Излеип пизза еёрус». «Фильм излиёрус» мы смотрим «фильм» и «пизза еёрус» едим пиццу. Как видите, здесь мы не делаем сначала одно действие, а потом другое. Мы совершаем два действия одновременно. Смотрим фильм и в это же время едим пиццу. «Фильм излиёрус» он медленно шёл «дуанын тадыны чекарды» и «наслаждался природой». Два действия сразу – он и гулял, и наслаждался одновременно. Обратите внимание, что это предложение можно также перевести в виде законченных действий. Он медленно прошёлся и насладился природой. Просто в отличие от турецкого, в русском языке есть совершенный и несовершенный вид глагола. Кушать – скушать, читать – прочитать и так далее. А в турецком такой формы нет. И переводить на русский в некоторых случаях приходится по смыслу в соответствии с контекстом. «Яваща юрюб доанын тадыны чекарды» – он медленно шёл и наслаждался природой. Здесь у нас тоже два одновременных действия. Мы и читали путеводитель, и делали заметки. Я смотрю в окно и думаю. Заметьте, что турки часто, особенно в разговорном языке, не говорят слово «пенджере», а используют слово «джам», дословно «стекло», но оно заменяет слово «окно». И в таком контексте используется оно в исходном падеже, как бы «смотрю из окна». Ну а мы говорим «смотрю в окно». Я одновременно смотрю в окно и в это время думаю. «Джам дан бакып до шуниору». Ещё при помощи «ди» причастия на «ип» могут быть созданы составные глаголы. Это глаголы, которые состоят из двух глагольных основ и описывают процесс действия. На русский язык такие глаголы мы переводим по смыслу, и в зависимости от контекста они могут переводиться по-разному. Прямо специально запоминать такие глаголы не нужно. Нужно знать, что есть такие составные глаголы, а с практикой вы будете на интуитивном уровне чувствовать, что этот глагол может означать. Вот несколько примеров таких глаголов. «Бакып турмак» – дословно «продолжительно смотреть». Это может быть «смотреть», «глазеть», «пялиться», «таращиться», «всматриваться». «Соруб турмак» – дословно «продолжительно задавать вопросы», то есть «спрашивать», «расспрашивать», «preставать с вопросами». «Кошуб ой намак» – дословно «бегать» и «играть». И это может означать «поиграть в активные игры». «Поиграть» или просто «побегать». «Глюб эйленмек» – веселиться, развлекаться, резвиться, дурачиться. «Арейп сормак» – дословно «звонить» или «искать» и «спрашивать». Что может означать «переживать», «беспокоиться», «звонить», «спрашивать». «Дуруб тинлемек» – дословно «остановившись», «слушать», то есть «внимательно слушать», «прислушиваться», «вслушиваться». «Долуп ташимак» – дословно «наполниться» и «выливаться», то есть «переполняться», «наполняться до горла». «Гетриб гетюрмек» – дословно «привозить» и «отвозить», но по факту это может быть и «перевозить», и «отвозить», и «привозить». Возьмем пару примеров. На пикнике мы готовили еду на мангале, или приготовили. И веселились, сидя на траве. Чимляре узанмак, дословно это распластаться на траве. А это уже кто как, кто лежа, кто сидя, кто полулежа или полусидя. Одним словом я перевел сидя на траве. И веселились, хотя в данном предложении можно перевести и как смеялись. Можно и смеялись, и веселились. Все варианты возможны. На пикнике мы готовили еду на мангале и веселились, сидя на траве. Доктор постоянно расспрашивает о моей болезни. Здесь по контексту подходит перевод «расспрашивает». И пытается узнать все подробности. И последнее, что нужно знать про деепричастие на иб. Если в предложении есть отрицательная форма деепричастия на иб, то есть форма ма иб, это показывает, что субъект предпочел совершить второе действие, а не первое. И переводить нужно, исходя из вот этого логичного объяснения. Посмотрим на примерах. Сегодня я встал рано и не позавтракав, сразу пошел на работу. То есть я мог позавтракать, а потом пойти на работу, но я предпочел второе действие первому. Я выбрал сразу идти на работу и не завтракать. Я пожалел о том, что не занимался уроками, и потратил впустую весь день. Я пожалел о том, что вместо того, чтобы заниматься уроками, я выбрал или предпочел весь день потратить впустую. Вместо того, чтобы заниматься спортом, мы проводим все свое время, сидя. Мы не занимаемся спортом. А что мы делаем? Проводим все свое время, сидя. Здесь тот же смысл. Мы предпочитаем совершать второе действие первому. Если в предложении и первое, и второе действие в отрицательной форме, то смысл получается такой, что ни то, ни то действия не совершаются. Он не принимает душ и не бреется уже несколько дней. Он не принимает душ и не бреется. Не делает оба этих действия. В таких предложениях почти всегда используется частица «да», как в русском языке союз «и». Не принимает душ и не бреется. И последний пример. Мы посмотрели все возможные варианты применения депричастия на «и». Надеюсь, урок был для вас полезным. Жду ваших реакций. До встречи.